Религия играет несомненно очень важную роль в жизни народа и конечно же в жизни нагайцев религия тоже играла очень важную роль. Что интересно, есть разные этногенетические легенды у нагайцев о том, как нагайцы произошли. И вот очень важная легенда, которая рассказывает о происхождении нагайцев, она связывает происхождение нагайского народа с исламизацией. Это очень интересно. Это дает нам информацию об основах этнического самосознания нагайцев, которое в общем-то по большому счету практически было неотделимо от вот этой вот религиозной компоненты. И если говорить конкретно от исламской компоненты. То есть происхождение нагайцев очень четко увязывает с именем святого подвижника, легендарного исламизатора Степняков. Баба Туклес Шашла Азиз. Очень интересный персонаж, с которым связывается вообще исламизация, во-первых, Золотой Орды. Ну и, соответственно, нагайцы тоже возводят свое происхождение и легендарную генеалогию княжеского рода нагайского как раз вот к этому человеку, которого называют султан Баба Туклес, султан Баба Ткуль и так далее. Другой момент. У нагайцев очень четко бытовала поговорка «дрин узбек тенгалда». То есть религия нам досталась от узбека, то есть от хана узбека. То есть нагайцы очень четко понимают вот эту вот связь самосознания своего этнического с исламом. И с тем, что вот ислам, собственно говоря, стал таким вот доминирующим, что ли, да, во времена узбек-хана. И это все очень важные вещи, потому что действительно вот они создают некую такую основу этнического самосознания нагайцев. И другой не менее важный момент, собственно говоря, этноним нагай, да, как некое такое собирательное название кочевой массы Золотой Орды, он утверждается уже в то время, когда действительно в Золотой Орде начинает господствовать ислам. Если мы помним самый легендарный Ногай, который жил, да, он жил как раз в конце XIII века, и начало XIV века — это уже мусульманская Золотая Орда. То есть вот это вот распространение, да, начало распространения нагайского самосознания, оно относится как раз к периоду, когда в Золотой Орде победила исламская религия. Далее нагайцы, в силу того, как происходили процессы исламизации в Золотой Орде, нагайцы, естественно, стали суннитами и стали ханафитами. Ханафитский масхаб или богословско-правовой толк ислама, он в степи, которые населяли племена, которые потом стали нагайцами, приходил, собственно говоря, с территории Средней Азии и приносили этот толк торговцы. То есть исламизация нагайцев не имела ничего общего с насилием. То есть это было добровольное принятие этой религии. Абсолютно осознанное, добровольное, без никакого насилия. И это тоже очень важный момент, который наложил отпечаток на нагайское самосознание и на то, что ислам не является чем-то насильственно привнесенным. То есть это вот наша религия, наши предки давно-давно эту религию приняли, собственно говоря. Ну и вот сколько веков существует нагайский народ, и куда бы его ни разбрасывала судьба историческая, практически все группы нагайского населения, нагайского происхождения даже, они являются мусульманами-суннитами и ханафитами. Ни один раз единственное встречалось в одном из русских авторов упоминание о том, что нагайцы якобы являются последователями Алиевой секты, то есть шиитами. Но это абсолютно ошибочное заявление, которое не соответствует действительности. То есть никогда, тем более это речь шла об астраханских нагайцах, они никогда не были шиитами. Исторически неизвестно такого случая. То есть практически ни одна группа нагайская не является последователем другого даже толка в составе, в сунизме. Даже если мы берем, например, каранагайцев, которые очень близко живут к чеченцам и к дагестанцам, и бабаюльтовских так называемых нагайцев, которые долгое время жили среди кумыков, шафиитов, собственно говоря. Даже эти группы ханафитские помнили о том, что они ханафиты и никогда не подчинялись каким бы то ни было постановлениям других муфтиев, не ханафитских. Ну, в частности, вот каранагайский пристав Филипп Осипович Копельгородский описывает случай, когда у нагайцев возник какой-то вопрос, кажется, о том, как быть, если муж на долгое время отлучился, от него нет известий, как быть женам, то есть можно ли давать им развод. И этот вопрос отправили в Табилиси. На самом деле каранагайцы не подчинились, то есть они сказали, мы ханафиты и мы не хотим слушать другого муфтия, который не является ханафитом, допустим. Вот это тоже очень интересная черта, которая тоже наложила отпечаток на самосознание нагайцев. То есть как некий этнический маркер это сработало в 1990-е годы, когда вот те же каранагайцы, живущие, допустим, в Ногайском районе Республики Дагестан, в Кизлярском районе и так далее. Ну, собственно говоря, в 1990-е годы происходило возрождение религии, скажем так, да, и во время совместных молитв шафиитов и ханафитов нагайские аксакалы все время молодежь воспитывали в том плане, что вы ханафиты, мы можем молиться вместе с шафиитами, мы это делаем совершенно спокойно, но вы должны знать о том, что вы ханафиты, и вы должны совершать, допустим, молитву по ханафитскому масхаву. Это очень тоже интересный пример того, как религия очень тесно была связана именно с национальным самосознанием. То есть наши предки давно, много веков назад приняли, стали ханафитами, суннитами, и мы должны, соответственно, это все тоже продолжать. Я думаю, что, конечно, это очень интересный момент, который, в общем-то, действительно помогал разнообразным группам нагайским, которые оказывались в самых разных местах, сохранять свою этническую самобытность и свое этническое самосознание. Как бы мы ни говорили о том, что религиозный фактор в этническом самосознании не очень бывает иногда значим. Иногда люди могут одной национальности принадлежать к разным даже религиям, а не то что течением в одной религии. Вот в случае с нагайцами оказалось так, что принадлежность к ханафитскому толку суннитского ислама оказалась одной из таких вот базовых и определяющих этническое самосознание. И я думаю, что вот этот момент, он до сих пор работает, до сегодняшнего дня. И, наверное, если говорить о будущем, да, религии, которую исповедуют нагайцы, я думаю, что вот эта верность к ханафитскому толку, она, скорее всего, сохранится, потому что тяжелые 1990-е годы нагайцы бывшего Советского Союза пережили и подтвердили, что они являются суннитами-ханафитами. И, скорее всего, и дальше вот эта вот религиозная составляющая этнического самосознания, она будет достаточно прочно сохраняться.